Почему есть так много черной магии в мире сегодня? И даже ученые в Америке, в России, которые делают психометрические исследования на парапсихических факультетах, Почему вы думаете, что они это делают? Для чего? Чтобы приобрести силу власти, чтобы догадаться до проектов врага, доминировать, командовать, заполонять. И они гораздо больше приготовлены для черной магии, чем для добра. Секреты касательно качеств ясновидения, телепатии были открыты ученикам, которые были отвергнуты в посвящениях, так как они провалили экзамен в посвященческих школах. Таким образом, они распространили везде оккультные движения, которые практикуют вещи малорекомендуемые. Все больше и больше те, у кого есть доброта, честность, целостность, кто хочет добра на земле, у них будет трудность противостоять, так как эти черные магии из подземных регионов выпустят непереносимые потоки. Желание знать все эти практики черной магии все больше и больше распространены в Америке, во Франции, в Англии и даже в Африке, потому что люди хотят удовлетворить свою низшую природу. Это значит эгоизм, месть, чувственность, алчность. Те, кто хочет зла, опасны как волки для детей Господа, так как они умны, умны, в то время как добрые, размытые, неопределены, они как овцы. Им долго надо понимать, поскольку они не видят зла, они дают себя обесценить, и чтобы дать им понять, нужны века. Посвященный дает все тому, у кого доброе сердце и овладевание, контроль. Те, у кого злое, плохое сердце, посвященные ими не занимаются. Они даже могут уйти, несмотря на свой разум, свою волю, свое богатство. Тому, кто чист, целостен, честен, у кого овладевание, контроль над собой и доброе сердце, ему будет дано все, все необходимое знание. Одна из самых великих трагедий человечества, это тенденция людей использовать лучшие вещи для худших начинаний. Они всегда устраиваются так, чтобы все, кто могли служить их спасению, служили только их краху. Посмотрите, как много искателей сожалело о том, что открыло вещи, которые они нашли и открыли. Потому что эти вещи сразу же были использованы в деструктивной цели. Истинная наука – это быть способным владеть собой, освободиться от некоторых слабостей, чтобы не быть больше вечно добычей внутреннего трения. Испокон миллионов и миллионов лет, нас готовят к одной единственной цели. Нас учат одной единственной вещи – любить. Нам посылают солнечных белых магов, нам посылают великих посвященных, которые нам открывают как истории, мифы, легенды в этом роде. Наиболее великие вселенские истины и вплоть до сегодняшнего дня мы еще до сих пор не дошли к этой цели, которой от нас ждут. Все те, кто были раньше представлены через мифы и легенды, все те, кто был впоследствии, все, что было представлено через историю и даже рассказанное детям, все, что было представлено нами притчами через великих посвященных – это были закамуфлированные истины, так как человечество не готово их получить напрямую. И, кроме того, сегодня встает вопрос, готовы ли мы это понять? Если мы их не поняли до сегодняшнего момента, это значит, что мы не готовы. И почему мы не готовы? Это значит, что человечество на ментальном уровне – оно больно. И как предстает эта болезнь, представляется? Так, знаки очень ясные, очень чистые, и симптомы, даже не нужно их искать, они очень ясны. Ментальное здоровье предстает в первую очередь через довольство, проявляется через довольство. Как только появляется недовольство, это значит, что на ментальном уровне человек, человечество, планета, не идет должным образом, дело не идет хорошо. Итак, представьте, только пятая раса, уже не идя дальше, не ища, кто представляет остатки четвертой расы, или третьей расы, или других рас. Только мы, вершины пятой расы, наиболее разумные, наиболее эволюционно развитые, элиты человечества, представьте пятую расу, западную культуру, которая базируется только на недовольстве. И как же вы хотите, чтобы такая раса поняла Божественную истину? Как вы хотите, чтобы она проникла в истории, которые нам были даны, чтобы изучать посвященческие истины, чтобы она проникла в смысл мифов и легенд, и чтобы она поняла и ухватила, чем являются параболы Иисуса? Недовольство нисходит в астральный план и провоцирует тревогу, и эта тревога проявляется через чувственные болезни, это значит, никто нас не любит, нам кажется, что никто нас не любит. Единственная цель посвященческих школ это привести их к Божеству Любви, к Божеству Любви, дать им познать Божественность Любви, потому что это единственный медикамент, единственное лекарство, чтобы исцелить Любви. Нет ничего в мире, что могло бы их исцелить, только Любовь. И посвященческие школы, настоящие, представляют всегда, как знать, как проникнуть, как ухватить, как приблизиться к Божественности Любви, которая нас исцеляет. И каково было первое условие для ученика, который хотел знать Божественность Любви? Это послушание. Потому что что такое недовольство? Это не послушание. Это не подчиняться Душе, быть недовольным. И мы это знаем уже, что именно Душа выбирает все условия, через которые он проходит. Мы уже в прошлом себя сами обложили условиями, и она выбирает точно, что мы проходим. И так мы восстаем, противимся тому, что выбрала Душа. И так мы восстаем, поскольку она дочь этого Божества Любви, дочь Господа. Мы противоставляем себя Господу. Но мы не умеем подчиняться. Мы не умеем подчиняться самим себе, нашей Душе. И внешне подлина всегда располагают существ, которые нами управляют, указывают наш путь, которые учат нас священ. Но мы не умеем также им подчиняться. И учитель, который расположен перед нами, внешне, которому мы не подчинились, это значит, что мы никогда не подчинялись нашей собственной Душе. И с этим подчинением, которое является первым уровнем, когда мы входим в посвященческую школу, первое условие – это подчинение, второе – это верность. Чтобы быть способным приобрести Христа, Божество Любви в нас, невозможно однажды воспользоваться одним учителем, а другой раз другим учителем, потому что есть много учителей. Сатана – это тоже учитель. Очень великий учитель, который пришел даже просить Иисуса служить ему. Вы знаете, это очень хорошо. Он предстал, он не был ленивым, он пошел, нашел Иисуса в пустыне и обещал ему весь мир. И он делает то же самое с нами. И каждый раз, когда мы недовольны, мы это делаем, подчиняемся. И мы оставляем отверстия и, настишь, открытые двери и трещины, где менее эволюционно развитые духи, которые разоряют, входят в нас, и затем все разорено. Я вам уже сказала, что сегодня есть целая волна этих духов, которые менее в лицо на развитие, которые нуждаются в некотором количестве пищи и света. Их освободили из ада. Были осложены от цепей, и от них убрали цепи. И они сегодня на свободе. И чего они ждут, и что они ищут? Наша слабость. И наиболее, наиболее, слабость, наиболее заякоренная в нас, это недовольство. Это болезнь пятой расы, недовольство. Вместо того, чтобы взять что-то, вместо того, чтобы анализировать что-то и сделать внутреннюю алхимию, нам представляют что-то. Итак, мы это берем, мы это анализируем, мы это пережевываем. Мы размышляем, пережевываем еще и еще раз. И когда мы это сделали, и так это меняет аспект полностью, и наше недовольство исчезает. Но как только мы действуем, как только мы аргументируем мгновенно, и так это очень настежь открытые двери этому другому учителю. Не говоря уже о том, как мы себя ведем на самом деле, кроме того, мы не ведем себя, мы не умеем себя вести, потому что на Западе нет никакого понятия о духовном учителе. не знают, что такое духовный учитель, потому что не знают, что такое душа. Наша душа, хозяйка, наша душа, ей мы должны подчиняться. Она наиболее важна. И поскольку нет знания души, сознание не может его воспринять и располагать директоры, инструкторы, гида или учителя. И даже если учитель предстает, мы не знаем, как себя вести. И ищем учителей, ищем посвященных, которые называют себя посвященными, и учителями, которые нам указывают наиболее легкий путь, который нас привлекает к выражениям сексуальным наиболее свободным. Можете 60, пожалуйста, или 600 в конце недели заниматься тантра-йогой. Представьте, на западе люди, у которых никакого понятия даже не по тому, что это такое. Это освободиться, быть посвященным, во что непонятно, во что, но быть посвященным. И вот они следуют безумию и затем что делают? Предоставляют как раз таки тысячам этих духов, о которых я вам говорю, дают войти в себя, и какие условия они готовят для будущего, они не имеют никакого представления об этом. Итак, не бросайте бисер свиньям, не мечите бисер перед свиньям. Что это значит? Почему свиньи? Это символ чего свинья? Это не чистота. Свинья – это просто-напросто не чистота. Великие учителя и великие посвященные никогда не называют людей свиньями, потому что они их уважают и они их слишком любят. Это не значит на самом деле в прямом смысле это. Нет. Это значило туда, где существует очень большая нечистота. Нет смысла раскрывать чистоту, потому что они ее загрязнят, они ее обернут и так. Они ее просто сквернят, они ее продадут, проституируют. И это то, что происходит с черной ложью. Они обладают знаниями наиболее возвышенными, но это осквернено, запятнанно, запачканно в наиболее деструктивной цели, наиболее черной цели. И они не подчиняются, это первое непослушание, когда используем эти знания в наших персональных целях. И, очевидно, они никогда не могут быть верны никакому божеству любви. То, что мы переживаем сегодня, мы по меньшей мере приготовили это себе в эпоху Рама и Иисуса Моисея. Условия прошлого подготовили результаты сегодняшнего. и то, что мы готовим сегодня, мы это будем проживать через две тысячи лет, через четыре тысячи лет, через двадцать тысяч лет. Это вот так далеко идет. Венерические болезни, которые, от которых человечество страдает сегодня, были подготовлены в лемурийскую эпоху. Рак, который неизлечим, был подготовлен в эпоху Атлантическую. И представьте, что тысячи и тысячи лет прошло. Одно человечество, одно единственное непослушание в прошлом закону любви, в лемурийскую эпоху, потому что посвящение были там, инструкторы были там, мы об этом говорили, посвящение в лемурийскую эпоху, но, несмотря на это, не подчинились нашему чувству и нашей чувственности, и вывели из равновесия поток любви, и это произвело, создало все то, что мы получаем сегодня, вплоть до того, когда плоть нас покидает, плоть падает и декомпозируется, разлагается у живого существа, выдает себе отчет, какое непослушание клеток, что до того, как поток, который душа спроецировала эту пропульсацию, который делает дух через душу, прежде чем этот поток будет исчерпан, клетки не подчиняются и уходят. Разложение это абсолютное непослушание, и орган, который становится больным, и место, которое становится больным, он не подчиняется всему, он не подчиняется сердцу, которое проталкивает жизнь, живицу, жизнь, он не подчиняется душе, но условия, если сегодня это происходит, это просто вышло на поверхность сегодня, в корнях это кишело испокон очень далекого времени, представьте, рак с Атлантической эпохи, не подчинились, были не верны свету божественному, божественному закону, и вот сегодня невозможно найти причины рака, и каждый центр научный, медицинский, он вам даст 20 абсолютно других причин, чем другой центр, это очевидно, потому что причина везде, она в наших клетках, в слоях земли, в атмосфере везде, мы настолько не подчинились, что все элементы были разбалансированы, и земля, и вода, и воздух, и огонь, все элементы, мы все разбалансировали через непослушание, непослушание, и вот наши собственные клетки затем не верны, отражения нигде не будет, но только в нас, возвратный удар, то, что мы посеяли, мы это пожнем, есть болезни, созданные в этом веке, которые скоро появятся, это не из эмурийской эпохи, и не из атлантической, но из текущей эпохи, мы их формируем, вместе все люди, и это будет появиться, и кроме того, это уже здесь, в Америке, в Южной, в Африке, открыли абсолютно неизвестные болезни, которые никогда не существовали, и так, первое из великих истин, это быть послушным самому себе, потому что, если мы не послушны нашей душе, то я вам говорю очень четко, наша собственная плоть нас покинет, как в случае с венерическими болезнями, когда плоть расщепляется, она падает, и так, она не подчинилась порядку жизни, и три потока, которые мы говорили, поток отца, который все организует, и все, что не хочет организоваться, будет испепедено, поток отца, поток сына Христа, для которого нужно готовить чашу, но представьте, что мы в процессе подготовки вазы, и что мы делая эту вазу, есть всегда части, вы знаете, как тот, кто делает горшки, в гончарном деле, как они находят, вращают, как этот прибор называется, колесо, и так, когда они вращают, представьте, что под его руками есть часть, которая отклеивается и уходит, и он никак не может смоделировать вазу, вот это наш случай, вот до сегодняшнего дня, нам никогда не удавалось смоделировать вазу, и эта ваза, это что? Это посвященческое сердце, это чаша грааля, это туда, куда придет Христос становиться, и как иметь материалы, чтобы сделать нашу вазу, и так мы уже сказали, через десятину, через десятину, через послушание, через верность, и через физическую десятину, мы получаем материи наиболее ценные, наиболее светоносные, чтобы сформировать нашу вазу, которая будет восхитительной, жемчужной, чистота, жемчуг, то, что нас просят иметь чистое сердце, на эфирном уровне это будет кристалл, и туда придет Христос, и эту вазу мы делаем в себе сегодня, но поскольку мы непослушные, поскольку мы недовольные, даже если мы начали маленькую работу, есть материи, которые отклеиваются, даже то, до чего мы дотронулись, это уходит из-под рук, и так мы не можем закончить вазу, она не может прийти, и третий поток, это поток Святого Духа, который проявит, пробудет кундалини, который даст слиться трем потокам вдоль позночной ствола, и позволит нам стать вадолеем, позволит нам изливать эту силу, могущество, равным образом на все творение везде, везде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!